Телеканал КРТ представляет Германия и Франция настаивали на том, чтобы 500 миллиардов из этой суммы были направлены пострадавшим странам ЕС в качестве гарантии финансовой помощи, а не кредитов. В то же время Австрия и Нидерланды настаивали на том, что Евросоюз не может позволить себе такое расточительство, а деньги следует выделить в качестве кредита и в меньшем объеме. В воскресенье глава Европейского совета Шарль Мишель предложил компромисс – сократить пакет безвозмездной помощи до 450 миллиардов евро. Этот вариант не прошел. В понедельник, на второй дополнительный день саммита, Германия и Франция вновь не смогли добиться того, чтобы направить на восстановление экономики пострадавших от коронавируса стран полтриллиона евро. В итоге договорились о 390 миллиардах евро. Вот что пишет об этом официальный сайт канцлера Германии Ангелы Меркель. «Это было непросто, но для меня важно то, что мы собрались и все мы убеждены, что извлечем какую-то пользу из итогов встречи», сказала канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном после заседания Совета Европы. Европа прошла важный путь со времен франко-германской инициативы 18 мая и показала, что готова выйти на новый уровень в совершенно особой ситуации. Как видим, достигнутую договоренность Германия и Франция стремятся преподнести как свою победу, хотя убедить коллег по еврозоне выделить больше на поддержку своих пострадавших соседей не удалось. На самом деле, описанная ситуация в очередной раз обнажила проблемы, существующие между странами ЕС и существенно усилившиеся с наступлением эпидемии коронавируса. Первая проблема – это разделение на либеральную Старую Европу и консервативную Новую Европу. А вторая проблема, которая и проявилась в спорах о коронавирусном фонде – это деление на богатый север и бедный юг. Больше всего от пандемии пострадали страны Южной Европы, такие как Италия и Испания. Добавьте к ним Грецию, и вы получите типичный список стран-реципиентов или попросту должников внутри ЕС. Да, уровень жизни в этих странах довольно высокий. Но давайте будем честны, невозможно в современном обществе выстраивать свою экономику на туризме и производстве продуктов питания. Однако, развитая и современная промышленность в этих странах невыгодна локомотивам Евросоюза – Германии и Франции, которые, по сути, являются огромными фабриками промышленных товаров и нуждаются в платежеспособном спросе в менее развитых странах ЕС. Именно поэтому Германия с Францией выступили за максимально возможный пакет финансовой помощи для пострадавших стран, а другие государства богатого Севера Европы противились данной инициативе, так как оплачивать этот праздник жизни им придется из собственного кармана. Тем временем, проблемы из-за пандемии настигают не только наиболее пострадавшие от нее страны Южной Европы, но и Францию, а если быть точнее, ее президента Эммануэля Макрона. 19 июля издание Bloomberg опубликовало итоги соцопроса компании EFOP, согласно которому рейтинг французского президента Макрона упал до отметки в 37%, в то время как большинство французов одобряют его нового премьер-министра Жана Костекса. Далее цитата. В попытке оживить свое президентство в преддверии выборов 2022 года Макрон в начале этого месяца переформатировал правительство, в результате чего в качестве премьер-министра был назначен малоизвестный Жан Костекс. Первый рейтинг одобрения нового премьер-министра, согласно данным опроса EFOP, составил 55%, что соответствует первоначальному рейтингу его предшественника на этом посту Эдуарда Филиппа. Рейтинг одобрения французского лидера снижался с тех пор, как в марте подскочил до 43%, когда пандемия коронавируса охватила Францию и его правительство начало трехмесячный карантин. Данная социологическая тенденция является результатом объективного ухудшения экономических показателей вследствие пандемии. До ее начала Франция могла похвастаться низким уровнем безработицы, экономическим ростом и не слишком высоким государственным долгом. COVID-19 ударил по всем трем показателям одновременно. Центральный банк Франции прогнозирует рост уровня безработицы до 11% в годовом выражении против 7,8% до пандемии. ВВП во втором квартале упал на 17%. Государственный долг стремительно растет и по прогнозам может превысить показатель в 120% от ВВП. Значит ли это, что на переизбрание Макрона в 2022 году можно ставить крест? Разумеется, нет. К тому времени многое может измениться. А вот очередной волны протестов, наподобие недавних выступлений желтых жилетов, Франции, вероятно, не избежать. Найдет ли Эммануэль Макрон баланс между потребностями населения и ограниченными средствами на восстановление экономики?